привет привет егор привет ребят присоединиться к эфиру можно либо если запланированный эфир с кем-то либо мы можем с вами поболтать это в закрытом клубе здесь я просто они меня как правило не не длинные эфиры и как правило я просто здесь высказываю свои мысли которые можно соглашаться можно не соглашаться это как бы не дискуссия чаще всего это просто я говорю то что есть и отвечаю на вопросы поэтому присоединение к эфиру либо заранее мне пишите вот чтобы мне понимать потому что я же вас не не могу отсоединять у меня был такой опыт когда пришлось не сохранять эфир когда человек вообще про другое начал спрашивать то есть тем про одно он про другое начал говорить и мы с ним абсолютно в разные в разные русла а я же не могу человеку отключить мне только нужно будет закрыть завершать эфир вот так работает инстаграм поэтому ничего не получилось у нас вот поэтому я просто так не добавляю пишите по каком вопрос и тогда уже можно будет посмотреть да ребят я сейчас в разъездах меня не будет наверное уже дома где-то числа до 17 и сейчас получается так что я ловлю интернет там где он есть там где я нахожусь там я ловлю интернет чтобы выйти с вами в эфир поэтому не всегда удобно получается не всегда получается так как хотелось бы и сразу же отвечу пока присоединяются ребята отвечу на вопросы чат и троечки которые я называю это со славой где мы по-своему ну так скажем в общении да с человеком то есть если он к чему-то идет если он к чему-то готов то он получает не только чем он готов чуть чуть больше я бы наверное так сказала да потому что все по-разному понимают мои слова и вот я бы наверное вот так бы это сказала вот это первый момент второй момент я вам сняла небольшие ролики совсем немножко потому что ну не было даже возможности снять если честно там без связи были меня пригласили на очередной фестиваль спикером этом выступала два дня ну ребята конечно просто отпад и причем те ребята которые там были ну наверное меня знала процентов процента два то есть меня вообще никто не знал и мне было так приятно что в результате после как того как я начинала вести лекцию собирались все ребята которые были на поляне которые присутствовали вот на этом марафоне и даже те которые были на ярмарках которые привозили продукта продукцию на ярмарку они тоже присоединялись чтобы послушать это конечно для меня было прям вау как приятно и на второй день когда я была что рассказали там своим друзьям кто был в округе и еще приехали люди которые были в округе близлежащие у кого была возможность и те тоже присоединились нас на ну через день не следующий день через день и потом мне написали отзывы такие что так сейчас не помню как отзыв но не отзывы так уж да ребята писали все всякие всякие комментарии по поводу мы вот этого фестиваля и света зачет убедила даже ярый ярых консерваторов вот конечно для меня это на сегодняшний день по крайней мере это такая вот высшая похвала да что люди которые не верили абсолютно во что-либо вдруг они поверили но не во что-либо наверное в себя потому что я каждый каждый свой диалог каждый свой монолог начинаю с того что верить нужно только в себя не в меня не в какого-то гуру не в еще что-то не в какие-то практики только в себя и когда я раскрываю какие они есть и когда человек понимает что это правда я это я вот и когда он начинает вот так вот это все осознавать когда он начинает себя верить у него открывается просто вся вселенная перед самим собой и это самое важное это самое главное вот ребят задавайте пока пишите вопросы я наверное сейчас раскрою тему я как обычно знаете я же не люблю подолгу рассоливать я наверное ее опять у меня раскроется на минутах в десяти вот и тема сегодня была заявлена любовь без любви почему меня такая тема почему я захотела ее раскрыть я думаю что эту тему я наверное раскрою еще как минимум раза три-четыре это сейчас будет только вот эти вот эти маленькие наметки мне нужно просто посмотреть как вы как вы это принимаете как вы это воспринимаете как вы это подвергаете критике какие у вас смысле какие у вас осознание по этому поводу и дальше я уже могу раскрывать эту тему более глубоко и что такое любовь без любви это наверное больше откроется к детям Не потому что это к детям больше относится А потому что это идёт от детей Мы очень часто начинаем Мы очень часто любим своих детей Почему я начала про детей? Потому что это самое родное, самое близкое, что у нас есть Но близкое не потому что это наши дети А близкое потому что это частичка нас Мы это понимаем А любить это не умеем И не умеем любить Что такое не умеем любить Мы вот ребенку говорим Определенные вещи Делаем определенные действия Для того Чтобы он не шел в те В те ненужности В которых были мы Но чем больше мы ему это говорим Мы же ему это говорим Мы же не умеем даже преподносить информацию И мы ему как правило говорим Вот туда не ходи Потому что я это знаю И с позиции учителя Мы ему начинаем что-то говорить А он с позиции протестанта Потому что ребенок это всегда маленький протестант И он с позиции протестанта Начинает говорить Ах ты так мне говоришь Тогда я точно проверю Почему я точно проверю Потому что мы их с детства научаем проверять То есть мы им говорим Какой супчик вкусный Едим или не едим Это уже другой вопрос Ну-ка на попробуй Мы все время ему говорим Проверь Ой какое это вкусно Проверь Ой какое это хорошее Посмотри Ой как здесь весело Пойдем сюда И мы все время Каждому новому человеку Который не прошел свой какой-то определенный жизненный этап Мы ему все время говорим Вот я тебе вот так вот Проверь Вот я тебе вот так вот Посмотри И после того Когда мы ему говорим То есть он привык Всегда то что мы говорим Он привык всегда то что Это воспринимать И принимать по другому По иному То есть он всегда Говорит это не том Чтобы Не том что привык А он всегда это говорит О том что Ну мы же ему сказали Что каждое наше действие Нужно всегда подвергать Какому-то определенному действию В определенных случаях И он У него это Сложилось Как определенное действие Ты куда-то поехал? Как определенное действие Сложилось это И после того Как сложилось Как определенное действие Когда мы ему Начинаем говорить Что вот так вот Не делай Вот так вот Не нужно это делать Он начинает Сразу же идти На Не потому что Он нам не доверяет А потому что Мы в него вложили Что это нужно перепроверить Это нужно попробовать Это нужно понюхать Это нужно пощупать Это нужно пропустить Через призму Своего сознания На данный момент И он все время это делает И когда мы Вот к этому приходим Мы начинаем злиться Потому что Я же ему сказал Я же ему хочу Тепла Я же ему хочу Любви Я же ему хочу Беззаботности Какой-то А он Вот так себе Ведь он меня не понимает И идет Агрессия Он-то это начинает делать Без агрессии Любой другой Не обязательно ребенок Любой другой Начинает это делать Без агрессии Потому что это уже вложено А мы То что нас Как бы По ветру пустили Мы начинаем Это делать С агрессии Мы начинаем Как это так Я же с любовью Я же всей душой Я же всем сердцем Я же еще как-то А ты вот так вот Мне не веришь Не доверяешь Ну тогда посмотри Вот съешь ты там Пут соли Там еще что-то Уже определенные поговорки Вот тогда посмотрим То есть ты же ему не желаешь Говоришь Ну это твой путь Иди так Мы это не делаем Потому что если бы мы говорили Это твой путь Мы бы вообще туда не лезли Мы бы вообще со своими напутствиями Туда бы не залезали А если мы туда залезаем Значит мы уже изначально говорим Что если мы туда залезли То я такой вот Прошедший такой длинный путь Проживший такую вот жизнь Там сделано то-то, то-то, то-то Вот я тебе вот это вот Мудрые слова сказал Мудрые вещи показал Мудрые знания дал А ты их не захотел воспринять Ты их начал интерпретировать На свой блат И от этого у нас идет то Что мы говорим Что я его люблю по этому И ты-ты-ты-ты-ты-ты Нет Мы это говорим Потому что не мы кого-то любим А мы любим только себя Почему? Потому что если бы мы любили кого-то Мы же кого любим? Мы же любим только цельного человека Мы же можем любить только из целостности Пока мы не целостные Мы вообще любить не умеем А из целостности уже начинаем любить И вот когда мы не цельные сами Мы можем делать вид, что мы любим таких же нецельных людей. Мы можем делать вид, что мы любим цельных людей. Мы можем делать вид, что мы любим нулевых людей. Но мы всегда делаем вид, что мы кого-то любим. Потому что любить мы не умеем априори на определённом этапе своего жизненного развития. Потому что мы не знаем, что такое любовь. мы не знаем, что такое доверие к тому человеку, который ты говоришь, что ты любишь. Потому что, когда ты любишь человека, ну что бы он ни сделал, что он может сделать такого, что тебя ведёт в ступор? Что он может сделать такого, что ты скажешь, что это неправильно? Что он может сделать такого, что ты можешь сказать, а я же говорил? Вот когда ты идёшь из состояния любви, этих моментов у тебя происходить просто априори не может. Потому что ты как минимум доверяешь этому человеку, ты его воспринимаешь с теми его поступками, с которыми он есть. И если он даже делает не так, как ты думаешь, чтобы он сделал, если ты даже знаешь, что этот поступок приведёт его к определённым действиям, ты всегда принимаешь его поступок. Просто потому что ты понимаешь, что это его жизненный путь. Ты же прошёл его. Но почему тебе можно было пройти его? Там через кого-то, если ты увидел, им можно было пройти его, а тебе, а ему нельзя. Но почему ты в него так неишь? Почему ты думаешь, что он должен быть этим обделён? А может быть через вот эту вот боль, через вот эти вот страдания, через вот эти вот какие-то те вещи, которые он может ещё на тот момент испытывать, он придёт к своим осознаниям, не к твоим, а к своим осознаниям. Позволь ему это. Вот это и есть любовь. Это и есть та любовь, которая идёт через любовь. А не которая любовь идёт через как бы любовь. Есть такой раскол, да. Ребятки, если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите. Если нет вопросов, то я сегодня сделаю прям совсем коротенький эфир, потому что я ещё раз говорю, я не дома, я в поездке, и мы через три часа двигаемся дальше в путь, уже будем опять в пути. И ещё, ребят, хотела, знаете, что сказать? Вот я, конечно, я езжу вот сейчас по городам, да, у меня маленькие-маленькие группки людей, которые там вот я еду и говорю, вот я там буду. И они по пути, там несколько человек мне составляют. А вы можете заехать там с теми-то пообщаться? Вы можете заехать с теми-то пообщаться? Ну, это получается, что я трачу очень много времени, а люди это как бы не скооперировано, многие не знают, и не совсем удобно. Если у кого-то есть опыт вот в этом вот, я не знаю, в проведении каких-то там, вот чтобы я приехала в какой-то город, провела лекцию один или два дня, напишите мне, пожалуйста, в личку. И ещё в конце октября будет очередной слёт сыроедов, или как он называется? Автономов? Не помню, как он называется. И меня туда пригласили спикером, и я туда поеду. Ну, я поеду туда буквально на несколько часов. То есть я полечу в Москву, в Подмосковье это будет. Полечу в Подмосковье на несколько часов, проведу лекцию и уеду. То есть я не буду там задерживаться на какое-то время. Но если кто-то есть из Москвы, либо из Подмосковья, и кто готов организовать встречу, может быть, не только на один день, на два дня. То есть как это на два дня? То есть лекция, например, в один день и во второй день. То есть в один день могут одни прийти, в другой день другие прийти. Или там в два дня могут одни и те же прийти. Либо один день. Напишите мне в личку. Мы, может быть, в Москве организуем, ну, где-нибудь там 28 или 29 октября встречу. Вот. Она будет не бесплатной, но она будет чисто символическая. То есть чтобы оплатить зал, и чтобы там я смогла оплатить там то же проживание, которое я там остаюсь. То есть вот так вот оно будет. Поэтому если что, пишите в личку, и будем разговаривать. Может быть, это будет человек, который разово что-то организовал. А может быть, кто-то будет на постоянной основе. Ребят, я ни в Ютубе не вижу вопросов, ни у вас не вижу вопросов. Поэтому присоединяйтесь в клуб. Завтра я постараюсь в клубе провести эфир. Я уже буду в другом городе. Да, я уже как раз завтра доеду до другого города. И постараюсь там провести все это. В Крым, когда собираюсь. В Крым, я думаю, может быть, в осенние каникулы приехать. Но если там будет уже что-то организовано, то мне уже никуда не деться, я точно уже туда приеду тогда. Поэтому пишите в личку, тоже можем вот это все организовать. Я надеюсь, что там тоже будет все нормально. Потому что, ребят, все равно я же вижу, как все это происходит. Который был индивидуальный ретрит. Насколько человек пространство в Москве нужно? Ребят, я не знаю. Если туда придет на 10 человек, то это, наверное, на 10 человек. Но я думаю, что все-таки больше. Потому что даже здесь было на 50 человек. Не знаю, человек 50, наверное. Ну сколько? В Москве же много человек. Я даже, если честно, в это вообще не погружалась. Не могу об этом сказать. Но мне кажется, человек 50, все равно кто-то придет поинтересоваться. Кто-то уже практикует. Кто-то хочет узнать что-то еще. Ну, наверное, вот так вот. Ну, хотя там можно списаться. Да, спишемся, конечно. Маша. Вот, поэтому пишите. Конечно, завтра будет в клубе в закрытом эфир. Вот там уже мы чуть почаще с ребятами общаемся. И в четверг... И в четверг уже будет... В четверг, четверг, четверг. В четверг я уже буду в другом городе, да. И в четверг будет еще эфир на Автополстар. Поэтому, ребятки, давайте, пишите вопросы. Какие темы интересуются, задавайте. Ты словно роза, но украшают тебя не лепестки, а бесподобная улыбка восхитительные глаза. Спасибо. У матросов нету полного раскола. Спасибо. Все, ребятки, я вас очень-очень обнимаю. И я могу вам сказать абсолютно точно, что я сейчас живу именно той жизнью, которую мне хочется. И в том числе я живу этой жизнью не потому, что я одна такая, а потому, что у меня есть вы. И это абсолютно верно. Это не какое-то там, что вот... Заигрывание какое-то. Это так, это факт. Это просто факт. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт. Поэтому я вас очень крепко обнимаю. И мне с вами всегда очень-очень приятно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.